Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Которые не вступают ни в какой конфликт у нас с верхней одеждой и, соответственно, позволяют показывать разные аксессуары, например, имиджевые часы, либо, может быть, какие-то там манжеты у рубашки и делают специальные акценты в нашем образе. Вот тоже очень интересно. Далее мы с вами можем посмотреть разные фактуры, потому что перчатки делаются из кожи ягненка, из кожи оленя, лося и даже разных других животных. Из рыбьей кожи, да? Наташа, но тем не менее, как подобрать перчатки в верхней одежде? Да, мы тут еще с вами ориентируемся на размер. Мы замеряем кисть. Для этого используются специальные вот такие вот линеечки. А вот давайте узнаем сразу. Так твои перчатки давай на себе мерить. Адам всем давайте. Значит, мы что делаем? Мы берем обхват кисти около большого пальца. Ну, можно чуть-чуть повыше. Ну, вот у нас в дюймах получается у вас 8,5, а в сантиметрах это 23 сантиметра. То есть у нас шкала есть дюймовая, есть шкала полсантиметра. А потом, я правильно понимаю, мы берем перчатку и смотрим. На размер, да? Вот как раз, друзья, 8,5 перчатки, а еще и внутри у них какой-то необычный цель. Шелковый подклад у них. И очень интересно, здесь идет внутри ручной шов, когда у нас как раз-таки окончание перчаточки пришивается к внутренней отделке, к внутреннему подкладу, что делает небольшой такой эксклюзив и эстетический вид придает. Наташа, пару слов о подкладах, можно? Угу. Подклады вот у нас бывают, допустим, из натурального шелка. Бывают подклады у нас, допустим, из кашемира, либо из шерсти. А вот какой-то тепленький. Да, это вот у нас на самом деле здесь подклада особого нет, потому что это как раз-таки сверху трикотажное вот такое полотно, которое мобильное, которое тянется, и по сути здесь подклада внутри у нас нету. Дальше у нас есть подклад, вот, овчина, очень теплая, но это уже такой зимний вариант. Ну, безусловно, вариант весеней это подклад, допустим, шелковый, либо вообще без подклада. Какой-то особый уход требуется перчаткам? Уход требуется, ну, чаще всего он определяется как раз-таки фактурой. Либо это кожа, либо, например, замша. За замшей мы ухаживаем так же, как за замшевыми изделиями, используя для этого специальные щёточки. И ещё вот, кстати, по поводу одного параметра, на который мы опираемся, этот цвет, безусловно, классикой является это у нас чёрные оттенки, потому что они тоже бывают разные, там, от тёмно-графитового до жгучего чёрного, тёмный шоколад, коричневые цвета. Ну, и есть, конечно, креативные варианты, да, вот, допустим, а-ля камуфляж, либо, например, вот бордо, винно-оттенки. Это уже более такие творческие цветовые решения для более смелых мужчин. Наталья, ну, с чем вот это можно одеть? Здесь нужна специальная, безусловно, стилизация. Я бы рекомендовала в одежде верхней использовать те цвета, которые есть в перчатке. Это будет менее креативное. Ну, и суперкреативное – это какой-то контраст, ну, не знаю, допустим, красные верхние одежды, такие вот одежды. Военную форму можно с этими перчатками? Ну, это, наверное, уже будет чрезмерно утрировано, и как раз-таки красоту кожи мы тут уже не покажем. Поэтому лучше не усиливать военную тематику, а сделать только акцент в области рук. Хорошо, Наташа, вот мы с вами говорим всё о перчатках, да, о перчатках. А варежки мужчины носят или это не для них аксессуар? Варежки носят, ну, чаще всего, безусловно, зимой, но и очень редко. Наверное, всё-таки возрастной диапазон там до 30, либо после уже там, не знаю, 60. Валенки, варежки – это дед щукарь. Точно, да. Да, настоящий мужчина должен, сколько пар перчаток должно быть в среднем у мужчины, который уважает себя. На самом деле, из-за того, что у мужчин не так много аксессуаров в гардеробе, я рекомендовала бы в этом плане играть как можно дольше и иметь этот атрибут в большом количестве. Ну, хотя бы чёрные, коричневые и какие-то цветные, например, винные перчатки, я рекомендую, чтобы были обязательно. Мне вот винные очень нравятся, очень благородный, благородный цвет такой и очень стильный. Да, и сейчас такая вот стильная особенность является небольшое нюансное отличие цвета, допустим, перчаток от цвета какого-то другого аксессуара, обуви, либо сумки. Почему? Потому что это говорит о натуральности ваших изделий, потому что невозможно перчатки и сумку подобрать из натуральной кожи тон в тон. Это просто невозможно, потому что части кожи используются разные. Разные, да. Наташа, ну мы, мужчины, в отличие от вас, милые дамы, немножечко ущербны, потому что у вас всякие бывают стразики на перчатках, весюлечки, кисточки. Можно ли как-то взять вот мужские перчатки, если у меня есть желание как-то их украсить? На самом деле в магазинах, специализированных магазинах, существуют перчатки с декоративными элементами. Например, вот смотрите, Максим, очень интересная строчка есть ручной работы, то есть берется кожаная полосочка другого цвета и вручную обшивается. Более того, у этих перчаток очень интересный такой нюанс, они немножечко объемные. Видите, у них сбоку есть дополнительная вставка, которая как раз-таки рассчитана, допустим, на большую кисть, либо на полную кисть, что позволяет нам не сильно травмировать кожу при обычных перчатках, которые не имеют такой вставки. Вот, более того, всевозможные вот такие вот стежки декоративные есть. И вот смотрите, здесь вот у нас есть плетение, тоже они сделаны у нас вручную, тоже придают декор. Вот очень интересные перчатки из кожи косули. Она двухсторонняя, то есть сверху у нее более темная покраска, а внутри, вот видите, более светлая. И когда сшивают перчатки, мы сами получаем вот такой цветной кант, который тоже является декором для перчатки. А стразы, я думаю, наверное, это все-таки не мужское украшение данного аксессуара, поэтому вот такие декоративные, мужественные, мужественный декор, он больше подходит, чем стразы. Смотрится великолепно. Очень здорово, тебе очень идет. Спасибо большое. У нас в гостях была Наталья Семенова, руководитель высшей школы имиджа и стиля. И рассказывала она нам сегодня о мужских перчатках. Оставайтесь с нами. Буквально через пару минут мы разыграем билеты на концерт группы Айова. Буквально через пару минут.